девочки всем большой привет от сына вам тоже привет снимая видео хочу показать вам сегодня свои покупочки которые я совершила вчера и сегодня покупок в принципе было немного но они таки достаточно объемные покупочки было две туши для помады ну и все остальное как бы тени это все были мои хотелки около которых я ходила вот облизывалась облизывался в итоге решила что мне их нужно купить несмотря на то что я себя сейчас стараюсь держать в рамках чтобы ничего не купить из косметики давайте начнем с вами с туши и первая тушь это марка римон я вчера девочки снимал видео но так как я сегодня докупила продуктов еще я видео переснимаем это у нас объем и удлинение я прошу прощения за мой супер мой маникюр буду переделывать это черная тушь у нее обычная такая щеточка не силиконовая конечно больше люблю силиконовый но раз других туши не было значит будем пользоваться такой вторая тушь была от марки париса объемы удлинения здесь тоже обычная кисточка вот такая вот тоже все с вами будем тестировать в макияжах в видео с макияжами две помадки я себе купила первая помадка у меня была марка париса в номере 52 вот так она выглядит именно меня заинтересовал вот этот вот оттенок вот давайте откроем ее с вами и приятно пахнет помадка захотелось мне почему-то темного оттенка ну и давайте посвучим ой какой волосики пейзаж вот такая она темная винная помадка все таки нравится мне как смотрятся темные помады у меня на губах закрыла как-то некрасиво помадку ну да ладно и вторая помада это было от маркирута так что камера у меня сегодня фокусировать не хочет в номере восемнадцатом это увлажняющая помада вот ее тон пепельная роза называется оттенок оттенок я еще не вырезал ну вырезай сиди сейчас девочки сидим дома сходим с ума честно говоря поэтому ищем себе занятия вот такого она оттенка меня очень пеленел этот оттенок мне там понравился еще один оттенок возможно я тоже докуплю его но как-то не стал я сразу брать его почему то вот нет вот этот мне больше понравился приятно так пахнет она не такая на камеру вернее вне камеры устрашающий как она выглядит на камеру просто свет еще темный у меня дополнительное освещение к сожалению сломалось еще волосик страшный так давайте девочки я сейчас сотру эти свотчи и мы с вами перейдем уже непосредственно к теням но будет еще одна палеточка от парисы это будет контурная палетка в общем смотрела я на нее смотрела думала-думала-думала-думала и в итоге приняла решение что мне она нужна эта палетка цена конечно у нее не из дешевых в общем вот такая палетка стоила она 470 рублей вот такая я так понимаю что она наверное в одном номере сейчас я девочки посмотрю за кадром написано номер 08 значит сюда входит хайлайтер, контур, шиммер и кало я не знаю что это такое в общем давайте откроем ее посмотрим ничего еще без вас не открывала вот только прибежала домой с магазина и решила вместе с вами распаковать вот я коробочку конечно же выкину мне она не нужна я ее уберу это палетка в номере 01 вот я увидела номер вот вот он здесь еще такой как пакетик и вот такая палетка у меня есть такая палетка от фаррес которой я полностью довольна вот такие здесь оттеночки давайте посмотрим в общем значит первое это хайлайтер белый дальше пудра дальше пудра с блестками и наверное желтая типа банановой пудры но это все то же самое как и у парис у фаррес только у фаррес хайлайтер розовый ой переборщил чуть-чуть а вот это скорее всего идет либо как пудра либо как бронзер точно не поняла я потому что он с блестками а этот оттенок а сейчас динюш дай мне видео снять и сами контурные оттенки оттенки ребенок у нас вам показывать что у него есть в общем вот такая палеточка дениса не надо свое показывать свой это покажет потом дома вот эту бабочку поставим вот сюда вот как для фона в общем в общем ребенок вам сделал фон вот такие вот контуры оттенки контура здесь вот вот такая вот палетка от париса и денис не ну иди мультики посмотрели так девочки стираю сводчик поэтому замолчала временно а дальше давайте посмотрим палетки теней значит я приобрела две палетки от марки парис денис потише пожалуйста а я одну уже открыл так как я ее вчера снимала видео с этой палеткой и давайте вам покажу уже две палетки потому что я сегодня докупила вторую я думала купить мне одну и две сначала взяла одну но потом решила что мне нужно две мне сломался ну что ж теперь пока они есть в наличии а нужно брать денис ну потише пожалуйста сынок сейчас девочки в общем сегодня я докупила палетку в втором оттеночке давайте вам ее тоже покажу вот такая палетка 11 тонов здесь вот так она смотрится довольно таки симпатичная палетка с носибельными оттенками здесь имеется спонжик которыми я не пользуюсь и вот такие вот оттенки конечно все это дело хлипкое но мне очень приглянулись оттенки поэтому я не смогла не купить эту палетку давайте посмотрим свочи и потому что я больше все таки люблю такие такие носибельные больше палетки где больше оттенков такого вот коричневого какого то знаете такого вот нейтральных оттенков таких которые как говорится и в пиры в мир и в добрые люди да вот здесь раз два три четыре матовых оттенка так давайте вот сюда где нанесу так и это вот светленький матовый вот такая палетка и последние три оттеночка в общем долго я думала решила что мне нужно все эти палетки 2 приобрести давайте вот сюда вот ее поставлю так куда бы вам их нанести ну давайте вот так вот так и вот так такая вот нейтральная спокойная палетка то есть можно как макияж без макияжа сделать так и куда-нибудь на работу в офис чтобы начальство особо не придиралась потому что сейчас с дресс-кодом у нас все очень сложно на некоторых работах то есть это офисы это сады это школы ругаются чтобы ярко как бы ну не красились да это даже вот в медицинских учреждениях это не разрешает ярко краситься и третья палеточка в номере 3 она уже идет здесь уже вот такая красота тоже я ее вам позвучу так раз два три четыре матовые оттенки довольно таки хорошо переносятся это накрашивается вот то есть здесь матовые оттенки хорошие раз два три четыре один давайте сюда 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 и вот сюда очень красивые палеточки они стоили что-то 200 с копейками рублей там что 230 с чем то что ли и так значит четыре и три последних оттенка можно попрошу можно а где у нас теперь а это что вот такие вот оттенки не трогай мужик денюша вот такие вот красивые оттенки такая красивая палетка да вам будет не видно да девочки буду закрывать все тогда палеточками получается остальными потому что палеток ну купил достаточно много не буду пока стирать эту палетку покажу вам тени немножко осыпучи и конечно мимо палеток додо геру или дуду веру я про эти просто не смогла начнем с большой палетки и закончим остальными вот такая красота у меня уже есть от этой марки палетки но мимо вот этой красоты я не могла пройти мимо конечно я купила это здесь вот номер есть вот такой но какой конкретно номер я не знаю здесь а у этой палетки единственное что меня смутило что здесь было как бы было сковырнуто в арифиле как бы как будто кто-то вот ногтем залазил или просто хотя палетка честно говоря не была зафольгирована то есть такое ощущение что люди открывали смотрели но меня так привлекли оттенки что я даже на это внимание особо не обратила вот такая красота в общем я ходила облизывалась 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 эти палетки мне покоя не давали я поняла что рано или поздно я их себе приобрету если они меня дождутся настанет этот день и я себе куплю эту палетку и да девочки вот он настал несмотря на то что палеток у меня в коллекции достаточно много и я еще даже не отсняла свою коллекцию теней никак у меня мне что-то руки не доходят честно говоря хотя сейчас сидим на карантине как говорится снимая не хочу ну как то вот то одно то другое то пятое то десятое и как то особо некогда этим заняться я еще два макияж должна выложить а у меня на компьютере звук девочки не работает не могу прослушать свои видео которое снимала в общем беда полная вот ну постараюсь я конечно смонтировать смонтировать такая палеточка очень красивая по оттенкам я такие оттенки люблю для меня все оттенки здесь носибельные все оттенки ходовые на девочки ну буду закрывать тогда получается палетками потому что по-другому никак так сейчас я возьму ватный диск сотру сводч и будем смотреть с вами дальше дальше будут тоже не менее красивые палетки у нас как то я вообще эту марку впервые увидела на сайте косметика даром это вот дуду герла которая вот эти палетки конечно заказала конечно мне было интересно попробовав их они мне понравились ну и я мимо теперь уже не могу у них пройти так и значит две палеточки вот таких взяла значит первая палетка в номере 01 она выглядит вот так тоже не менее красивый не менее яркая сверкающая я люблю яркие макияжи я их не боюсь носить я их не стесняюсь носить вот такая красота сверкающая мне вот эти вот оттенки просто вообще покорили меня я их когда увидела я сразу поняла что эта палетка должна быть у меня они пахнут девочки ну на любителя но честно говоря аромат у них не очень такой прям приятный чтобы но не сильно отталкивающий у этих палеточек вот так 4 даже вот эти палетки их можно как-то совмещать потому что оттенки все достаточно относительные вот поэтому такая красота вот чем не прелесть вот и плюс у них запеченная текстура я люблю такие текстуры больше чем которые с запущие мне запеченными легче почему-то работать я думаю не только мне легче работать но и другим девочкам кто любит тени я думаю тоже будет удобнее работать запеченной текстурой что тут вот оттенок плохо отдался вот здесь как тут тоже вот так плохо нажала вот такая палетка давайте я сейчас открою эти сводчи покажу вам еще одну палетку и две других в общем на тестирование девочки у меня палетка лежит мама не горюй потому что какие то еще даже не тестированные просто просвоченные но в косметичках ни разу не брала вот сейчас стараюсь каждую косметичку брать какую-то но какую-то новенькую палетку и ее тестировать надо же уже как бы потому что я все-таки планирую немножко подрасхламиться потому что некоторые палетки ну честно говоря как-то меня и сильно не впечатляют то есть как бы я их купила но я понимаю что к ним рука у меня не тянется и девочки от этих палеток блестки просто бешеные скажу вам сразу потому что тут я сейчас стираю руку а прям по всему по всей руке блестки вот в общем планирую что надо немножко подрасхламить коллекцию и оставить только то что действительно к чему тянется рука в на третья палеточка днис не трогай ну денис ну не надо что не что-то делаешь денис денис это мой третья палетка в номере 0 3 я имела ввиду она уже вот такая тоже зеленая тоже в общем красота вот так она выглядит эта палеточка давайте тоже посвотчим мам ты кто? я кто? в смысле кто я? не трогай денюша прибежал помогатор мой немножко денис вы положи пожалуйста ножик не надо брать ножик Денис пораньше я уже начинала договариваться это пфу это пфу не плюйся некрасиво в общем я довольна денис что приобрела эти палетки вот такая если конечно нанести чересчур то они немножко будут сыпаться но это не так критично как обычные сыпучие текстуры да например я заказывала палетки от марки руберов Которая вот у меня сейчас в косметичке. Вот там прямо она сыпется. Ааа. Пойдем, Денис. Нельзя. Ну, пойдем. Нет. Денис, нет. Пойдем. Вот там она сыпется просто дай боже. Палетка. И даже я вам показываю на камеру, когда снимала видео с макияжем, что палетка действительно сыпется пучее. Так, как бы вам так поставить, чтобы вы видели все палетки, всю красоту. Давайте вот еще два оттенка нанесем. Мам. Да, конечно, можно. Только денег где взять, непонятно. Мам. Такая красота. И покажу последние две палетки, над которыми я думала, стояла вчера, сегодня думала. В итоге поняла, что мне они тоже нужны. Тоже от марки Дуду Герл. И, значит, палетка в номере 0.1. Она вот такая вот тоненькая. Ой, нейтрально показываю. Вот. Тоже я долго смотрела, долго думала, решала. Нужна мне эта палетка. Мама, смотрите, как теснет. Открывается она вот так. Здесь вот такие оттеночки. Оттеночки? Дениса, положи, пожалуйста. Ну, не лазить сюда, а? Сын. И давайте... Посмотрим здесь также и матовые, и шиммерные оттенки. Они чем-то перекликаются с предыдущими палетками. Из-за этого я долго думала брать, не брать, покупать, не покупать. Но в итоге любопытство меня победило. Я... Дениса, да не трогай, что ли! Не надо закрывать! Денис! Девочки, прошу прощения, я не могу, конечно, с ребенком снимать. Очень тяжело, потому что не слушается. Здесь два матовых оттенка, их не видно. Вот этот и вот этот. Дома сидим, с ума сходим. Садик, естественно, никакие не работают. Сейчас все на карантине. Дениса! Поэтому приходится снимать при таких вот спартанских условиях, если можно так назвать. Сокровь. Сокровь. Вот. В общем... Аня сказал. Любопытство меня победило, и я купила эти палетки. Нагрязный пол. Дениса, иди поиграй в машинку. Остань. Я только шлях пыгал. Ну иди еще чем-нибудь займись. Я только шлях чаю. Кошлях чаю? Такая. Ты понял? Ну, я на них просто девочки смотрела, поэтому я... Ну, уже, честно говоря, даже не столько думала покупать в них или нет, просто больше, наверное, думала из-за оттенков. Так как у меня таких оттенков достаточно много, и нужны мне эти оттенки или не нужны, потому что в других палетках тоже такие же оттеночки есть. Но так как они были последние, и мне, в принципе, марка это очень нравится, я решила, что пока есть возможность, пока... Эти палетки есть в наличии, нужно брать. Нужно брать... Это что такое? И я, в общем-то, решила, что, ну да, возьму я эти палетки, не буду думать, потому что если я сейчас их не возьму, я потом буду ходить и думать, а почему я их не взяла. У меня такое бывает часто. Денис, потише, пожалуйста! Вот, конечно, в такое время выручают, конечно, садики, когда нужно снять видео, и чтобы никто не мешал. Люблю я, конечно, больше снимать днём. Джинсы! Вижу. Днём такие вещи, но днём у меня сегодня не получилось снять, тем более... И в магазин-то я сегодня вот только сходила ближе к вечеру. И последняя палетка, это в номере 02 палеточка. Денис, да положи ты, что ли, уйди, а! А здесь практически идентичные цвета, но чем-то они всё равно отличаются. Отличаются? Я, наверное, вам не буду, девочки, показывать светлые матовые, потому что их не видно. Я сейчас посвочу только те, которые реально видно. Здесь всего-то один светлый матовый, я уж не буду срочить, потому что его не видно будет на руке. Он такой нежно-розовый. Вот эти уже тени более рыхлые, более сыпучие, нежели, чем другие палетки. Здесь немножко рефильчики неудобные, они маленькие. Денис, убери машину свою, пожалуйста, отсюда! Дениса! Так! Вот. Рефильчики маленькие, пальчиками залезают неудобно. В палетке. А в рефилы, точнее, не в палетке, а в рефилы. Дениса! Такая вот палетка. В целом, в целом, мне оттенки нравятся. Очень нравятся. Я люблю такие красноватые, сиреневатые, бордовые оттенки. Поэтому я рада, что есть у меня эти палетки. Буду надеяться, что в действии они будут так же хороши, как и на сводчих. Все пальцы уже перемазала, перепачкала. Пускай даже пластик дешевый, пускай даже упаковочка дешевенькая. Но, как бы так поставить, чтобы было видно палетки. Но, к сожалению, не видно. Ну, вот такая красота. Давайте вам еще раз покажу. Вот так вот выглядят палеточки. Напишите, девочки, пожалуйста, у кого есть эта марка Дуду Георг, кто уже пробовал, отпишитесь, пожалуйста, как вам эта марка. И также напишите, как вам нравится марка Париса или нет. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.